Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» – один из элементов проекта «Умный город». Это система, которая собирает воедино различные средства автоматизации. Все они призваны обеспечить сохранность инфраструктурных объектов, соблюдение правил дорожного движения, однако в первую очередь направлены на безопасность десногорцев и охрану общественного порядка, а также профилактику правонарушений. Комплекс внедряется госкорпорацией «Росатом» на территориях своего присутствия. Грант на реализацию программы, а это более трех миллионов рублей, выделил концерн «Росэнергоатом». Проект стал победителем конкурса социально значимых инициатив фонда АТР. Над созданием системы видеонаблюдения работали специалисты службы благоустройства и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Свою поддержку оказало и руководство города. Десять современных IP-камер объединены облачной системой на базе стандартного масштабируемого сервиса. Он предоставлен одной из ведущих российских телекоммуникационных компаний. На видео фиксируется все, что происходит на центральной площади, городском пляже и пешеходной аллее возле храма Стефана Великопермского. Наблюдение ведется круглосуточно в режиме реального времени. Вся информация отображается на мониторах единой дежурной диспетчерской службы управления по делам ГОИЧС. Здесь проведен ремонт, а рабочие места оборудованы современной техникой. В том, что проект работает, своими глазами убедились городские власти, представители городообразующего предприятия и гости из области. В результате, конечно, создать единственную сеть, и чтобы это все дело управлялось в зону рабочего места, оператор ГОИЧС. Сейчас данная система передается непосредственно в одни руки, то есть ГОИЧС, там же она будет находиться и отслуживаться. Уже на постоянной основе, начиная с 1 января 19 года. Эти нововведения, безусловно, облегчат работу всех экстренных служб и ускорят реагирование на внештатные ситуации. Однако система «Безопасный город» многокомпонентная, и пока смонтировано только ее ядро. В ближайшем будущем к ней будет подключен еще ряд подсистем. Система 112, лабораторного контроля, служба оповещения, система мониторинга, в том числе и экологического аналитики и программирования. До тех пор программа базируется исключительно на платформе ЕДДС. Для хранения информации с видеокамер выделен сервер, архив доступен в течение 30 дней. Места массового пребывания граждан были определены решением антитеррористической комиссии Смоленской области. И для повышения безопасности этих мест, соответственно, были выбраны площадки и оборудованы системами видеонаблюдения. Правоохранительные органы и полиция, и органы ФСБ также имеют возможность использовать данный сегмент для решения своих задач. Это только фундамент – платформа для создания интегрированного полноценного безопасного контура в городе Атомщиков. Программа будет расширяться с каждым годом. Будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Например, уже точно известно, что отслеживание посредством телекоммуникаций будет установлено на Кургане Славы, на месте будущего музея под открытым небом. Что еще окажется под бдительным оком безопасного города, покажет только время. А пока десногорцам придется привыкать вести себя сдержанно и корректно, соблюдая все общественные нормы правопорядка.